С нами на связи Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. С нами на связи. Иван, ну, с вами не о светлом празднике, не о Пасхе. Мы сегодня с вами поговорим о том, что происходит в финансовом секторе. Мы поговорим об 11-м пакете. Уже 11-й пакет санкций, да. Я помню, что прошлой весной, где-то как раз в определенный в этот период, был 6-й пакет санкций. Мы также его активно обсуждали и говорили тогда, вот, не хватает тех секторальных санкций, не хватает тех. Ну, в частности, мы видим, что эти пакеты, они расширяются, скажем так, расширяются. Тут вот биту мы услышали, каучук и так далее. Это те направления как раз, которых может коснуться. Но также мы не увидели здесь такой всеми нами любимый, в кавычках, Росатом, да. Но если мы говорим в общем сейчас об 11-м пакете санкций, как вы можете, из той информации, которая уже есть в открытом доступе, как вы можете охарактеризовать все-таки 11-й пакет санкций, его главная целенаправленность, какие секторальные санкции как раз заработают после того, как 11-й пакет заработает? Доброе утро, студия. Доброе утро, зрители. Действительно, знаете, последние где-то несколько, может, даже месяцев, были разговоры о том, что нам необходимо вводить не новые санкции, а следить за соблюдением нынешних. И вот если мы посмотрим, скажем так, ситуацию последней даже недели, мы в первую очередь обратим внимание на то, что из Соединенных Штатов Америки в Европейский Союз предложена вот как раз сейчас на этой неделе, может, на следующей, приехать комиссия Министерства финансов США, которая вместе с европейскими коллегами будет работать над тем, чтобы усилить контроль за действующими санкциями и, о чем также очень много говорят, о не уменьшении возможности обхождения этих санкций. То есть, чего я жду от 11-го пакета, это в первую очередь того, что будет прикрыта возможность для обхождения санкций. Я понимаю, что ее на 100% невозможно исключить, но как минимум ограничить возможности России в обхождении санкций. Скорее всего, про это будет вестись в 11-м пакете. Также вчера, напомню, был принят пакет санкций в США, и там вошли, вот вчера была информация про 90, а уже сегодня утром появилась информация от госсекретаря США Блинкина про то, что 120 физических и юридических лиц, и, что интересно, среди прочего, некоторые физические лица, связанные с Росатом. Это как раз аккуратный намек со стороны США и Европейскому Союзу, что надо как-то так, пусть и не в полном масштабе, но потихоньку двигаться в направлении санкций против Росатома. Мы понимаем, что это очень сложно, и Борис Кушнярук перед этим объяснил, что многие страны ЕС имеют отношение тесное с Росатомом, и это не только Венгрия, это и Франция. Но, тем не менее, все-таки Европейскому Союзу надо двигаться в этом направлении. И тут уже в который раз за эту войну повторю фразу, которую когда-то сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, о том, что Европейскому Союзу пора определиться, он за ценности, либо за деньги. И чем ближе он определится, что он за ценности, тем проще будет видеть более жесткие санкции против России. Вы знаете, это уже действительно одиннадцатый пакет, но после десяти пакетов санкций Евросоюзу все труднее дается введение новых ограничений против России. Это не мои слова, это слова, которые озвучил в интервью Евроактив и предупредил, он даже не о том, чтобы озвучил, он предупредил на самом деле высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель как раз это сделал и сказал, что Европейский Союз почти, почти вот так вот исчерпал возможность введения новых санкций против России. Это было после десятого пакета. Одиннадцатый пакет, в частности, то, что вы как раз сейчас вспомнили, действительно, и Урсула фон дер Ляйен говорила, что главный аспект, на котором как раз и будет сосредоточена активная работа и фаза работы, это вопрос как раз тех, кто пытается уйти, да, обойти санкционные все аспекты. Если мы говорим о том, что почти исчерпывается, как я уже сказала, используя как раз, вспоминая слова Жозепа Борреля, возможность введения новых санкций против России, как вы считаете, ну почти это еще не все, я так добавлю, да, потому что еще все-таки остается вот этот зазор. Насколько этот зазор может действительно максимально быть использован как раз в вопросе введения ограничений против Российской Федерации? Смотрите, во-первых, 120 физических и юридических лиц, против которых ввели США, санкции, это намек и в том числе Европейскому Союзу, что есть достаточно большое количество граждан Российской Федерации, так либо иначе связанных с властью, против которых эти санкции можно вводить. Вот сюжет, который недавно появился в нашем медийном пространстве касательно Куршевеля, то есть, напомню, это дорогой французский курорт, где отдыхают многие представители российской элиты, это очередной намек на то, что таких людей очень много и всегда можно следующие санкции расширять за счет людей, которые так либо иначе приезжают в Европейский Союз, которые, скажем так, пользуются благами, которые создает западная цивилизация и при этом их родственники критикуют этот самый Европейский Союз и эту самую цивилизацию. То есть тут как-то так, я понимаю, что Европейский Союз зарабатывает деньги, но опять-таки процитирую вновь за этот эфир цитата Бориса Джонсона, что определяет есть вам деньги либо ценности. Поэтому всегда можно расширять за счет вот этих физических лиц, можно смотреть, какие компании так либо иначе могут оказаться под санкциями. Тут и Украина также ведет определенную работу, я напомню, что и мы постоянно вводим определенные санкции и часто они могут не иметь какого-то сильного эффекта, но это есть, я их воспринимаю как намек нашим партнерам из Европейского Союза, что знаете, вот пожалуйста, обратите внимание и на те юридические и физические лица, против кого вводит Украина санкции, вот вы тоже можете также включить следующий пакет. То есть по поводу того, что пакеты недалее эффекта, знаете, я шутил, что реальные санкции начались 5 декабря прошлого года, потому что основа экономики России это продажа нефти. Там далее идет продажа газа, продажа нефтепродуктов, но основное это нефть и вот по нефти санкции начались в декабре и собственно результат этих санкций мы видим уже по отчетности выполнения российского бюджета за первый квартал, когда страна с профицитом превратилась в страну с дефицитом. И, кстати, вот эти 2,4 триллиона дефицита это тоже искусственная цифра, потому что они в доходы зачислили деньги, которые, насколько известно, российский бюджет еще не получил. Поэтому определенный эффект есть. Да, Россия 11 экономика мира была в 2022 году и не так просто ее будет сбить, но тем не менее я думаю, что уже в текущем году она не будет 11. Так что все-таки эффект присутствует. Главное, знаете, не снижать темпы и пусть и за счет там отдельных юридических и физических лиц расширять эти санкции, но тем не менее дать понять, что ничего, скажем, не будет остановки в процессе новых санкций и для Российской Федерации будет дальше только сложно. Иван, далеко не первый раз обсуждаем с вами санкции, про 11 пакет с вами далеко не первый раз говорим, да, но и все время я подчеркиваю разговоры в частности с вами, что многие отгружаемые товары содержат так называемые технологии двойного назначения, которые имеют как военное, так и гражданское применение. Входит в список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В чем главная проблема, да? Вот The Telegraph, например, в конце марта, в начале апреля писал, что отмечается, что большинство товаров, вывозимых из Евросоюза, направляется в Беларусь через сухопутную границу с Литвой, а затем реэкспортируется в Центральную Азию. Чиновники могут отслеживать, еврочиновники отслеживать экспортные декларации вплоть до внешней границы ЕС, после чего грузы фактически исчезают и, возможно, будут отправлены в Россию, да? А я бы добавил, они просто остаются в России, они никуда дальше нету, ни в какую Центральную Азию. Они фиктивно якобы попали туда, но на самом деле остаются в России. Вот смотрите, Польша закрыла лазейку, чтобы, границу точнее, чтобы закрыть эту лазейку, но маршруты между Литвой и Минском по-прежнему открыты. И в частных беседах Вильнюс, например, жалуется, что 97% торговли через его границу с Беларусью совершают другие государства, члены Евросоюза. А в чем тогда смысл санкций, если, например, не применять такие же ограничения в отношении других стран? Ну и, в частности, Беларусь это просто какой-то хрестоматийный пример. В 10-м пакете тоже обсуждались эти санкции, но в итоге они куда-то пропали и в 11-м тоже. Я не уверен, что они появятся. Безусловно. То есть мало того, что надо запретить продажу определенных товаров, которые уже запрещены многие, но и также надо запретить транзит. Транзит территорий Беларуси и Российской Федерации пансансионных товаров. То есть, чтобы не было такой возможности, когда Российская Федерация получает определенные товары, просто потому, что юридически они идут, грубо говоря, из Европейского Союза в Таджикистан, Казахстан, Киргизию, а Россия большая и, соответственно, где-то теряются по пути. И вот, чтобы не было таких возможностей, надо полностью еще и запрещать транзит именно территории Республики Беларусь и России вот этих товаров. Тогда эффект будет лучше. Ну, он 100% конечно не будет, но как минимум, чтобы эта лазейка отсутствовала. Раз уж на полное торговое эмбарго Европейский Союз не готов, ну, мы видим и по атомной энергетике, есть другие примеры, потому что все-таки зависимость от России присутствует даже вот уже почти 14 месяцев спустя начало войны. Все-таки сложно исключить из мировой экономики такую большую страну, как Россия. Но, как минимум, скажем так, ограничения, в том числе путем запрета транзита, я думаю, это очень нормальный ход был бы и который также возымел бы эффект. Как минимум, привел бы к тому, что определенные товары в России были бы намного дороже, чем они были бы при нормальных поставках. А удорожание товара в России, это со своей стороны будет подталкивать инфляцию. И мы вот уже видели в пятницу прошлую 83 рубля за доллар. И сейчас даже российские экономисты, скажем, оппозиционно настроенные к своей власти, они говорят о том, что 100 рублей за доллар – это очень даже реальная цифра. И вполне возможно, что она будет уже даже где-то к августу месяца текущего года. Эх, хотел вас по Казахстану спросить. Ну тогда давайте так. Если сейчас Россия печатает рубли, которые, собственно, ничем не подкреплены, ну я имею в виду ЗРВ, которые, по сути, сейчас арестованы, а она как раз под эти золотовалютные резервы печатает рубли. Соответственно, почему тогда до сих пор не происходит гиперинфляция? Если дефицит бюджета растет объективно, да, ничем не подкрепленные бумажки почему-то не обваливают финансовый сектор России. Почему? Я думаю, это вопрос времени. То есть оно не может быстро, вот вы напечатали, уже была информация про то, что там от 2,4 до 2,6 трлн рублей напечатано на ровном месте. Вот мы как раз с вами обсуждали в эфире о том, что, по сути, они напечатаны для того, чтобы выкупить валютные счета от Центрального банка России, которые заморожены, вы не можете выкупить. И дать рубли в обмен на те доллары, что у вас есть, тоже не получится. То есть напечатано на ровном месте, но все-таки рынок пока еще не отреагировал, скажем так, достаточно, как того хотелось бы. Но я не исключаю, что тут какие-то административные есть давления. Но административно вы же тоже это не сдержите. То есть, да, вы на какой-то период не допускаете этой реакции. Мы видим, что этот период действует пока, поскольку гиперфляция не произошла. Но это все накапливается. И вот почему многие говорят про август, что по расчету, опять-таки, определенных российских экономистов, к августу месяца вот эта дара будет настолько велика в российском бюджете, что просто не смогут удержать свою экономику под контролем и, соответственно, курс не смогут удержать. И да, сейчас тратится и золото, и юаней, которые есть у России на поддержание курса. Поэтому мы не видим гиперфляцию. Но, скорее всего, как раз к тому периоду они продадут большую часть своего золота и юаней, и не будет возможности удерживать. Когда не будет вот этого фактора сдерживания, гиперфляция проявится в полном объеме. И хочу у вас также еще спросить, вот санкции, как шанс для Украины зайти на рынок Европейского Союза, об этом тоже не стоит забывать нам с вами, потому что действительно Россия, ну ее, скажем так, просят выйти из европейского рынка. Я сейчас так очень толерантно говорю. Ну и Украина все-таки может заменить российский такой продукт определенный. Сейчас об этом тоже поговорим и установить торговые связи на будущее. В частности, насколько я понимаю, из того, что я себе сейчас посмотрела, и аналитики говорят, мы можем таки заменить чугун, а вы меня будете, Иван, да, поправить, если я где-то ошибаюсь, да, подкорректируете. Железная руда, готовые продукты из стали, слябы, я так понимаю, не можем, это полупродукты из стали, потому что как раз он производился на Азовстале, а Азовсталь мы можем с вами, да, вспомнить, как российская армия разбомбила Азовсталь, и все-таки завод был основным производителем этих слябов, но все же чугун, железная руда, готовые продукты из стали, и я, насколько понимаю, такое замещение могло бы иметь длительный эффект, потому что все-таки, даже если мы поговорим об ослаблении или отмене санкций, российские товары смогут вернуться в, ну, не скоро смогут вернуться все-таки в продажу в Европейский Союз, как вот все-таки Украина может в данном аспекте, может, свои ресурсы и мощности, они есть у Украины, несмотря на то, что война агрессивная со стороны Российской Федерации продолжается, как тут Украина может как раз использовать этот шанс для выхода на европейский рынок? Безусловно, то есть во многом экономика России, структура была похожа на экономику России, да, у нас не было нефти и газа, но при этом та же руда, полтавский ГОК и ингулецкий ГОК, то есть то, что Украина контролирует по сей день, то есть вот вам, пожалуйста, руда, где мы можем спокойно заменить Россию, хотя у нас много руда, достаточно руда идет в Китай, тем не менее на европейском рынке тоже возможно. Что касается металлургии, то да, Азовсталь, к сожалению, уничтожена, но, вот знаете, недавно Ренат Ахметов подал иск против Российской Федерации за ущерб, нанесенный ему в 2014-2017 году, я думаю, что отдельный должен быть иск со стороны Рената Леонидовича на Российскую Федерацию по поводу Азовстали и возместить убытки и за счет возмещения восстановить, вернее не восстановить, а по сути заново построить металлургический комбинат, но это будет не Мартен, грубо говоря, который был в версии Азовстали, построенной, напомню, в 1930-е годы, а будет модерное производство, которое будет ориентироваться на получение руды, которая также находится в Украине, и тем самым вот эти те же слябы можно будет спокойно производить уже на новоотстроенные продукции, то есть тут репарации направить на, скажем так, возвращение возможности Украины производить металлургическую продукцию, необходимую для ЕС, а дальше можем спокойно заменять Российскую Федерацию на этом рынке, просто исходя из сложившейся, скажем так, конъюнктуры, которая сложится по завершению войны, то есть здесь вполне возможно, плюс сельское хозяйство, знаете, я думаю, что здесь Украина также может заменять Россию, мы все-таки исторически очень, скажем так, страна с хорошим сельским хозяйством, и для нас здесь возможности велики, плюс еще не только сельское хозяйство, знаете, Украина уже, наверное, пять лет как очень стала серьезным игроком на рынке свечей зажигания и полупроводников для автомобилей, ежегодно до начала войны мы на миллиард евро поставляли подобные продукции в ЕС, и здесь я думаю, что мы также можем замещать и Россию, и Республику Беларусь, которые также имели определенные поставки этих товаров, так что окна есть, главное пользоваться ими. Спасибо вам огромное, Иван, за анализ в нашем эфире, рады будем видеть и далее в наших эфирах и пообщаться на ряд других тем. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, был с нами на связи.